Здравствуйте, дамы и господа. Поговорим о ловле лотосей в мутной и большой воде. Вот сейчас на Сахалине идет тайфун какой-то очередной летний, за окном дождь. Соответственно, вода в речке помуднела и поднялась. Вот многие считают, что в этот момент на блесну вообще не клюет. Место называют это, ну, как бы, такую воду на Сахалине, она такая становится светло-коричневая, напоминает кофе с молоком, там ничего не видно и, казалось бы, не клюет. Ну, вот я вот ловил, попробовал, ну, пришел, приехал на рыбалку, ну, вода мутная, чуть не уезжать же обратно. Попробовал, и у меня как бы оказалось, что клюет и ловится хорошо. Что для этого нужно? Ну, для начала немного поговорим вообще, что такое муха и что такое, как бы, стример. Ну, мухи бывают разные. Вот сейчас в ходу там какие-нибудь, они пишут, там, маленькие мухи, похожие на бушки или там паденок. Причем на эти штучки пытаются ловить лосося, там, горбушу, сему, семгу. Но, хотя всем известно, что они, с одной стороны, все знают, что горбуша, она как бы, или когда там, семга, они когда в речку заходят, они питаться прекращают. То есть, соответственно, никакими они там мухами не питаются. А, скорее всего, там, или на остатках инстинкта они ловят, или просто отгоняют возможных этих конкурентов от своих мест вкладки. Ну, какие самые хорошие уловистые приманки на лосося, мы в данный момент знаем. Ну, это, безусловно, вот османские дьяволы. Вот они. Как мы все видим, они, основная черта оригинала османского дьявола, они такие красные. Даже если она с этой стороны черная, то она с другой стороны, она ярко-оранжевая. Они все светятся в ультрафиолете. И, как бы, в нужном спектрике, что очень главное. И это возбуждает и провоцирует лосось на атаку. Второй вариант, это кальмарчики. Вот они. Опять же, заметим, что кальмарчики, как правило, идут розовые и тоже светятся в ультрафиолете. Или там какие-нибудь новомодные блеск, воблеры. Опять же, заметим, что воблеры, они тоже яркие на лосося и светятся в ультрафиолете. Многие ловят на блесна. Там Чунуки, Крусайдеры, другие фирмы. Но, опять же, заметим, что самые уловистые в данный момент не просто там, а блесна с нанесенной раскраской в ультрафиолете. Такие красные, яркие, оранжевые, зеленые, салатовые. Многие, по незнанию, их там называют кислотными. Ну, пускай называют кислотными. Возможно, там какая-то кислота присутствует. Ну, вот неплохо ловят вертушки с фирмы Скингер. Несмотря их на дешевизну. Ну, вот в основном, опять же, выбирают такие яркие, ультрафиолетовые, чтобы она вот такая розовая была. А мушки почему-то у нас до сих пор считается, что она должна быть черной. Или там какой-то матовой, или оливковой. Ну, может быть, для ловли там всяких карповых рыб, которые питаются, она и должна быть черная. Хотя, как показала практика, все эти карповые рыбы, вот, допустим, красноперка на Сахалине, которая большая, очень близкая родственница, жереха и головля. Отличная, лучше всего выбирают точно такие же, ну, стримеры. Теперь, что такое стример? Стример это большая муха, которая, ну, как бы имитирует, опять же, малька. То есть, то же самое, что имитирует, ну, любой воблер или любая блесна. То есть, малька там какой-нибудь, насекомое крупное, кусочек икры, кальмарчик. Ну, неизвестно, почему вообще рыба клюет, но что-то ее подвигает. Соответственно, мы должны, ну, вот, если она клюет, вот, скажем, на тасманский дьявол, вот такой вот, хорошо, то зачем долго думать, ведь надо создать муку, похожую на тасманский дьявол. Вот, вот, в этих же расцветках, вот, вот, он самый хороший, считается, вот, один из самых хороших, 55-й, или вот такой вот цвет, видите, у меня красная с сиреневой головкой. Теперь поговорим о производстве стримеров, там, скажем, без прикрас. То есть, ну, не я один говорю про эту рыбалку, там, если вы включите канал Ютьюба, очень много всяких различных мастеров, там, гуру нахлоста, будут вас убеждать, что нахлост это красиво, там, что рыбу надо поймать и отпустить, что надо ехать, там, куда-нибудь на Кольский полуостров, за пролотить, за тур, там, скажем, 300 тысяч рублей, за удочку 200 тысяч рублей, ну, и за мушку, там, рублей 500. Ну, и кто такое слушает, сразу меня можете выключить. Мои снасти предназначены для людей не особо богатых, с ограниченным бюджетом, ну, которые тоже хотят ловить, и много ловить рыбу на узочку, в частности, лосося, и при этом, кстати, его отпускать не планируют. Что для этого нужно? Нам нужно, первое, монтажная нить. На лосося идет монтажная нить Гестронг. Она отличается, но она более толстая, более прочная, она идет, там, для лосося и для, скажем, для щуки, крупных или, там, других морских рыб. То есть, ее, как бы, нелегко порвать, она, там, очень крупная. У нас муха крупная и монтажная нить крупная. Потом мы применяем обычно мех писца или мех енота. Вот. Почему мех писца? Ну, все эти адепты нахлыста, они, ну, как бы, говорят, что лучше всего использовать марабух. Вот они вот это сделают, видите, как красиво это переливается. Ну, вообще, они называют эти мухи интрудерами или пиявками. Ну, причем они этими пиявками пытаются ловить там лосося где-нибудь на Чукотке или на, ну, в Мурманске. Хотя, из интересного, там быстрые реки с холодной водой, а пиявки, они живут в болотах, в лужах, с очень теплой прогреваемой водой. То есть, само название по себе не предполагает использование пиявок. Там, возможно, можно на них каким-то окунея ловить, там, самов где-нибудь под Астраханью. Ну, может быть. Но пиявку использовать, как бы, для ловли семги или там тижуча, это я, ну, не знаю. Хотя бы там что-нибудь название другое придумали. Ну, хотя мои мушки и их не очень схожи. Единственное, что я, почему я не использую или мало использую этот мех муровой. Вот смотрите. Он при намокании, как бы, сейчас он мухой, они бывают двух видов. То есть, те, которые красиво лежат на картинке или там на ветлаве, ну, на прилавке. И их, как бы, ну, рекомендуют все эти там магазины и гуру этого Ютьюба по нахлосту. При намокании вот это вот всё, вот этот вот объём сразу теряется и становится таким тонким-тонким, почти незаметным. Второе. Вот этот вот перья-марабу, они малостойкие. То есть, вот так вот раз, они оторвались. Всё, их уже нет. Ну, естественно, если их нет, вам скажут, ну, вы же рыба клюнула, ну, что она их порвала, это уже следующий вопрос. Вам необходимо заменить на мушку. То есть, купить новую, ещё 500 рублей. За этого, ну, за этого них и любят. И рекомендуют. Второе, они предполагают, сейчас там новое слово они выучили, бактейл. Вот он, этот бактейл. Они говорят, что он мягкий и пушинчатый. Да, он действительно мягкий, но не совсем. По мне, он так жутковатый и твёрдый. То есть, вот, если вы сравните вот этот мех, он как бы более мягкий. Вот тут большее количество ворсинок, он более пушистый. То есть, он что-то ближе к моробу идёт. Вот мех писа и мех енота. Поэтому мы его используем. А бактейл, кто не знает, это по-русски хвостик оленёнка. То есть, если бы ещё гуру нахлоскать, ещё заставить говорить по-русски, было бы вообще хорошо. А не уподобляться, там, американцам, их не, там, в сленговых выражениях. Теперь, если воды много, то нам нужна головка. Вот она. Желательно, чтобы она была из вольфрама. То есть, мы сейчас говорим о мухе для большой мутной воды. То есть, вот ставим вольфрамную головку, которая работает как заглубитель. Меня там часто по интернету спрашивают, а как её ловить, как там её кидать, как проводить, насколько заглублять. Ну, поверьте, я не могу вам просто дать на этих ответов, потому что даже на одной речке в разный день надо ловить по-разному. Там, допустим, сегодня дождь идёт, вода поднялась. Надо поставить там, ну, заглубляющий шнур, который быстро тонущий. Завтра воды там стало полметра, вам надо, чтобы мушка шла где-нибудь в 30 сантиметрах, а не на двух метрах глубины. На этой же речке просто воды стало меньше. Они же горные. Речки не текут постоянно с одной скоростью, на одной глубине. И надо какой-нибудь убрать, или убрать вот эту, поставить муку без вольфрамовой головки или без быстро тонущего, плавающего этого, ну, концевика. Теперь смотрите, как это делается легко и просто. Вот мы взяли и обмотали эту монтажную нить по всему телу. Почему по всему телу? Видите, они тоже, гуру нахрустом, рекомендуют везде ставить короткие крючки. Ну, как вариант, они, правда, еще рекомендуют, что ставить крючок на таком длинном этом, как его, на два крючка. То есть, один короткий здесь, второй короткий, привязан там где-нибудь за пределами мухи, на какой-нибудь гибкой леске, там, кевларовом поводке, отводим. Ну, это, как бы, удорожание, там, ненужные зацепы, хуже работать. Ну, это лично мое. Вы можете, как хотите, посмотрите мое, выбейте рад. Дальше. Берем, допустим, Брайт. Вот он, очень хорошая такая, качественная шведская ниточка. Брайт, то есть, сплетенный в пучок люрец. Почему его? Да тупо потому, что проще им преработать. Вот взял, он уже собран, вот так вот привязал, вот, наконечник обрезан. То есть, у нас головка на конце, где мех будет переливаться. Все. Закрепили. Теперь взяли немного меха. Я рекомендую, значит, какие цвета меха самые хорошие. То есть, чтобы муха имела какой-то контраст для лососа, если важно, что она должна быть заметной. Особенно должна быть заметной во мутной воде. Я первоначально вставил, как бы, вот такой мех. Называл его кроваво-красным. То есть, предполагал, что муха будет имитировать кусок икры, на которой все эти рыбешки местные, падки. И вот она, вот видите, вот этот вот. И, как бы, кусочек крови к икре прицепился. Но потом попробовал случайно, мне с Магадана позвонили. И там вот у меня был вот такой кусочек. Сказали, что вот на эту штучку синенькую, кижуч вообще лучше даже, чем на сети ловится. Сколько раз, говорит, кинули, сколько раз и поймали. Поэтому, вот он, голубой, в цвете ультрафиолет, ставим их песок, хвостик. Примотали. Почему я вот так вот долго мотаю? Ну, потому что муха длинная, и она, как бы, может съезжать. То есть, надо вот это все хорошо закрепить. Они вяжут на коротких крючках, а я вяжу на длинных. Я специально произвожу максимально длинные крючки. Дальше есть такой материал, называется он синелин. Или синель, или шинель. Но на Ипполе прикольно, там я читал в этом, есть такой форум «Маяк». Там, кстати, много хороших мыслей пишут иркутских рыболов. И там у них одно время было, что надо ловить на английскую шинель. То есть, шинель и синель, это как бы одно и то же, переводится как «мохнатый». И вот они искали эту английскую шинель, чтобы на него ловить хариуса. Теперь вот смотрите. Я вот применяю, на моем сайте они есть, правопродажи фирмы «Вапси». Бывают синели других фирм. Бывают, они там бывают не такие, они как бы более дешевые. Внешне они даже вот такие же, красивые. Бывают, у меня много, допустим. Я ставил вот это, допустим, синель фирмы «Текстрим». Ставишь «Текстрим», хотя это сделано в Италии, всего лишь в два раза дешевле. Есть синели, которые там в пять раз дешевле, чем в «Маиве». Рыба просто игнорируют. То есть, муха плавает, никакого впечатления на лосось она не производит. Ставишь вот американскую, мгновенная поклевка. Там пять раз поймал на американскую, ради прикола снял, заменил муку. Точно такую же поставил с итальянской синели, кидаешь, не реагирует вообще. А вот кожушка, кстати, лучше на итальянскую реагирует. То есть, как бы человеческий глаз здорово отличает от глаза фирмы рыбы. Мозг человека отличается тоже от рыбы. Некоторые рыбы видят не только вот в нашем спектре, а хорошо видят в ультрафиолетовом спектре, инфракрасном спектре. И вот для нее, видимо, в этом каком-то ультрафиолетовом инфракрасном спектре дает излучение нужное, чтобы рыба хорошо плевала. Поэтому я как бы все свои мухи тестирую, поэтому они, ну, еще не только тестирую, а когда их отправляю по почте, обычно пишу людям через некоторое время и узнаю, а какие там у них лучше всего вот себя проявили. Запоминаю и как бы делаю выводы. И эти выводы переменяю на практике. Теперь вот эту синель мы размахали, вот так вот прикрепили по всей длине. Ну, заполнительно как бы отбьем делать. Крючки на это я вам рекомендую Сахалинский стример. Он есть на сайте уловприпай, там ниже будет ссылка. Почему Сахалинский стример? Опять же, практически не у меня, врать не буду. Вот, ну, у моих некоторых друзей. Я сначала применял обычные черные крючки нахлыстовые. Пошли такие лицензии, что начали крючки ломаться после рыбалки. Ну-ка, это не на первый, а на третий, на четвертый. Видимо, я не знаю что, но, видите, цвет очень яркий. Какие-нибудь химикаты в ней присутствуют. И, видимо, если бы они их просто не просушили, пошла коррозия под ним. А у нас крючки покрыты серебром, то есть высшей степени защиты. И с этим ничего не происходит. Ну, а то, что крючок как бы блестит. Ну, так у нас и вся муха блестит. У нас она работает стример как блесна. По принципу, чем лучше блестит, более заметно, тем лучше на нее клетит. Взяли, обмотали. Дальше обмотали, сделали обмотку по телу. Ну, просто там. Самое простое. И закрепили. Теперь, чтобы не сползало, еще один раз я виток делаю. И вам также рекомендую, чтобы меньше сползало, слетало и было более надежно. И еще раз закрепляю. То есть повторный монтаж делаем. Ну, и дальше тут просто обычный, типовой, финальный монтажный узел. Вот. На эту муху очень хорошо клюет все лососи Дальнего Востока. Также на нее отлично клюют гольцы. Все. То есть, причем не только Дальнего Востока. Их ловили на Новой Земле. На каких-то озерах под Мурманском. Я не знаю, я там не был. Вот. Отлично клюет Дальневосточная красная перка. Это вообще всему предпочитает. Ну, я не знаю, почему мы. Врать не буду. Но это практически результат. И отлично клюет голец в мутной воде. То есть, другие он как бы не видит. А это все вот яркое в ультрафиолете светится. Возможно, он в ультрафиолете видит даже в мутной воде в речке. Бог его знает, что там происходит. И еще. Как оказалось, очень хорошо клюет зимой. То есть, вот это вот все. Кидают под лед. Там ниже какой-нибудь там грузик. Или мормышка тяжелая. Ну, чтобы грузик был. Чуть-чуть. Одна там над этим трепещется. И клюет кунжа, таймень, гольцы. И даже на Северном море сказали, что на это очень хорошо клюет кунжа. Там где-то мурманская. В каком-то районе Гремиха. Оттуда вообще очень хорошие сообщения пришли. Ну, все. Всем удачи на рыбалке. До свидания. Делайте, как я. Заходите на сайт Улов Припай. Там все это есть. Как бы рассказано, показано. Можете покупать готовые изделия. Мухи. Можете покупать материалы, делать изделия сами. До свидания.